Мы подводим итоги матча номер 5, который состоялся в Кокшитау. Напоминаю, что это четвертьфинал, в котором Орлан встречается с командой Бейбарыс из города Атырау. Предыдущий матч, который... два матча, которые состоялись в гостях в городе Атырау, здесь Орлан во втором матче одержал верх и сравнял счет серии. То есть с цифрами 2-2 в серии. Волки вернулись домой. Но и вот этот матч, наверное, можно сказать определяющим, поскольку после зарешения этого матча ни один из соперников не может иметь уже права на ошибку. Ну и вот так вот была заброшена первая шайба в этом матче. Кожевников получил передачу от Ананичева. И надо сказать, что эта шайба была заброшена в формате 3 на 3. Там было два обоюдных удаления. И вот в таком формате 3 на 3 была заброшена эта шайба. Ну и вот эта вот шайба ответная Орлана, которая, в общем-то, не заставила себя долго ждать. Здесь Шитиков оформляет это взятие ворот с передачи Маркелова. И Берникова он оформляет взятие ворот. Далее игра продолжилась, в общем-то, на встречных курсах. Команды поочередно атаковали. Игра, в общем-то, была интересная и содержательная. Но вот до завершения первого периода больше мы, в общем-то, шайб и не увидели. То есть цифры 1-1 были до завершения первого периода. Ну и, в общем, второй период у нас прошел и вовсе без заброшенной шайбы. Вот это все моменты, которые были у нас во второй 20-ти минутке. Нет, пока это мы смотрим еще с вами первый период. Да, вот броски были. Ну и здесь нужно сказать, что во всей серии у нас на протяжении 4-х матчев ворота команды Орлан Румянцев защищал. Но вот пятый матч здесь Михаил Демидов вышел на последний рубеж. И с честью, надо сказать, отстоял эту игру. Но вот это уже эпизоды второго периода, в котором, как я уже сказал, не было заброшенных шайб. Команды вели борьбу. В общем, моменты были. И коих было немало. Но вот где-то игра вратарей выручала. Где-то надежные команды сыграли где-то в обороне. Где-то, может быть, удача отвернулась. Но, как бы то ни было, шайб мы во втором периоде не увидели. Ну и вот пока еще моменты мы наблюдаем второго периода. Ну и вот это как раз момент, когда была заброшенная шайба. Но после видеопросмотра она не была зачитана. Видно здесь даже с этой точки, что была игра атакующей команды в площади ворот. Здесь, кстати, момент, когда здесь Куваев с убойной позиции и вовсе по воротам не попал. Ну и вот момент, который Желяков имел. Просто шикарный шанс сравнять... Не сравнять, а здесь пока еще цифры равные здесь были на табло. И вот Желяков имел такую возможность. Ну и вот это уже моменты третьего периода, в котором увидели мы шайбу. Но это об этом чуть позже. Сейчас вот мы с вами увидим, как заброшена была шайба ворота Орлана. Вот такой вот выход. И шикарный бросок Боровкова достиг цели. Получил он передачу от Ананичева и Зиченко. И вывел он команду свою вперед. 2-1 после этого эпизода. Счет у нас установился. Были моменты и после этого эпизода у нашего соперника. Впрочем, так и Орлан имел пару шансов. Ну вот как раз момент, когда была заброшена шайба. Здесь Евграфов получил передачу от Ермолаева и Лакиза. Там еще поучаствовал во взятии ворот. Ну и здесь 2-2. 2-2. Счет установился. И развязка уже чуть позже у нас наступила. Сейчас мы с вами чуть позже увидим то. Вот это как раз момент тоже с отмененной шайбой. Здесь игра была уже... Шайба была уже после остановки игры, после свистка. Ну вызвала это определенные споры. Но шайба после видеопросмотра и совещания судей не было засчитано. Ну и вот развязка, которая наступила уже в самом конце. Там буквально за 37 секунд до завершения третьего периода. Розыгрыш первое звено Орлана. Организовывает вот такое вот шикарное взятие ворот. Маркилов просто шедевр оформляет. И ставит жирную точку в этом матче. Ну и вот такие вот итоги. Следующая встреча у нас теперь уже серия перетекает в Атерау. С нетерпением ждем начала матча номер 6.